В России мы особенно любим наших бабушек, но им угрожает опасность. Более полутора миллионов российских бабушек и дедушек не знают, что они больны деменцией. Деменция – это болезнь, ведущая к распаду личности. Ее разновидность – болезнь Альцгеймера. Но в России как будто не существует такой проблемы. Государство молчит, официальной статистики нет. Родственники не обращают внимания на странности в поведении своих близких, списывая все на старость. Нужно рассказать бабушкам и их близким о первых симптомах деменции. Это поможет вовремя обнаружить и затормозить развитие болезни. Заметить симптомы деменции нам помогут внимательные помощники – внуки. Но как рассказать им о тяжелом заболевании понятно, интересно и не страшно. Мы нашли идеальный образ, который донесет внукам всю информацию о симптомах. Баба Яга – персонаж, известный каждому ребенку. Ведь дети очень любят сказки, и в России до сих пор осталась хорошая традиция – читать детям сказки на ночь. Поэтому мы пригласили артистов, писателей и художников, создали книгу из 18 сказок и назвали ее «Моя бабушка Яга». В каждой из сказок был описан один из симптомов деменции – неряшливость, забывчивость, агрессия. На последних страницах книги мы разместили тест, пройдя который, маленькие читатели могли понять, что с бабушками и дедушками что-то неладно, и рассказать об этом родителям. С помощью знаменитых российских артистов была записана аудиоверсия книги. Электронную версию книги и аудиокниги мы разместили для бесплатного скачивания на сайте о проблемах деменции «Мемини.ру». Затем последовали презентации в книжных магазинах, публикации в интернете, выступления на радио, телерепортажи и открытые мероприятия. Тираж книги был бесплатно распространен по детским библиотекам и поликлиникам. Книгу прочитали в интернете более 18 тысяч человек, аудиокнигу скачали 8 тысяч раз. Ежедневная аудитория сайта «Мемини.ру» выросла в 4 раза. При нулевом вложении средств «Энд Медиа» оценивается в 250 тысяч долларов. Но все это измеримые результаты нашей работы, а ведь есть и более важные. Через много лет дети, прочитавшие книгу, вырастут, они будут знать о симптомах деменции, и в их семьях будет больше любви, внимания и заботы о пожилых родителях.